Добрый день, уважаемые рыбаки! Вы на канале Рыбалка с Копятником. И я приветствую вас, Николаич. Сегодня, 2 апреля, снег пока начал только таять, и нам еще 2 недели ждать рыбалки. Поэтому сегодня я решил сварить ликвид. Ликвид для заливки зерновых, бойлов на основе инвертанного сиропа. С добавлением некоторых эссенций, добавок, для того, чтобы сделать полноценный ликвид в домашних условиях. Для этого мне понадобится, что я решил взять 2 кг сахара и сварить инвертанного сиропа на основе клубничного сока. Можно любую марку брать, я не заморачиваюсь в этом отношении. Также я взял соды и купил обычные лимонные кислоты. Это будет первая часть, где я буду готовить вверх сироп. Во второй части я буду добавлять, уже замешивать с эссенцией, с глицерином, с глицерином, уже ликвид по бутылкам. Поэтому сейчас начнем. Что мы делаем? Добавляем сахар, сахар. На 1 кг сахара я буду добавлять, за счет 2 кг сахара, я буду добавлять 1 литр сока. И получается соотношение от 2 частей канала. Включаем плиту. Заливаем сок. Я думаю, все-таки сок даст какой-то аромат, но это не самое главное. Самое главное будет добавление уже в ликвид эссенции, которое даст основной аромат. Это будет как бы сопутствующим. Разогреваем жидкость. Размешиваем постоянно, для того, чтобы жидкость не пригорела. Размешиваем постоянно, для того, чтобы жидкость не пригорела. Второй сахар все-таки должен раствориться. До полного растворения сахара, пока нагревается, потихонечку. Мы мешаем активно. По сути дела, я эмулированный, чтобы никаких акислей, ничего такого не происходило. Добавлений лишних не было. Поэтому, в принципе, эмулированный. В кастрюле старой, отлывал уже не. Сам этот процесс, примерно, думаю, будет занимать, в своей лице, около 20 минут. Естественно, весь процесс, прям сканально, все 20 минут я не буду мешать. Поэтому буду включение делать, немного нарезка. Перенес немного камеру поближе, чтобы вы видели, что получается в кастрюле. Уже непосредственно. Небольшая пенка, и вот растворяется уже сахар. Кастрюля немного начала шипеть. Говорит о том, что пыльта хорошо греется. Также вы можете видеть баночки, непонятные, которые у меня стоят. На самом деле, это самодельные бойлы. Я их тестирую на растворимость. Вот этот бойл стоит уже 36 часов. Имеет такую мягкость. Но он не раскладается. Еще запах пирт-дроп красный. Хочу подержать подуши. Думаю, что где-то 48 часов до полного раскисания и распадания он простоит. Ну, это в дальнейшем уже сниму видео по катке бойлов, если будет вам интересно. Пишите в комментариях. Ну, сахар еще есть. Вкус. Латковатый. Клубничка. Клубник универсальный. Как его любят в любой сезон. Как холодный, как теплой воде. Весной и летом можно использовать активно. Думаю, и осень тоже. Такой универсальный. Жду, пока вода закипит. Тогда сахар более активно растворится. Приятный цвет красный. Прошло немного времени. Сироп. Уже сахар в соке растворился. Видите, нет сахара абсолютно. Сейчас немного еще времени пройдет. И будем добавлять лимонную кислоту. Пинку по возможности можем убирать. Ну, поэтому кумацея. Потому что... Я думаю, что она еще будет. Процессы. Еще несколько химических реакций. Добавляем лимонную кислоту и соды. Этим. Присоцентрированный кислот. После начала. Мы уже б Owl перекiffe. Извязанам. Ты... Б GUY. Break Governor. Ск Когда. А? Ха-ха-ха-ха! Кома fishermen. вот что получается на вкус очень сладкая запах клубики что вы хотите на литр сока 2 килограмма сахара конечно сладко что нам и нужно на данный момент сейчас тихонько будем подготавливать и добавлять лимонную кислоту лимонную кислоту на 2 литра я буду добавлять примерно без бугака столов уже сахар растворился полностью вот добавляем лимонную кислоту так же стараюсь на дальнейшем ну и варим так около 15 минут заскровее лимонная кислота полностью растворилась жидкость такая уже появилась кислинка лимонной кислоты то есть и до этого она была терпкая то сейчас немного текучая и прям вот с кислородой вкусно сам поел так теперь я беру кастрюлю и перемещаю в область раковину почему ну потому что при добавлении соды химическая реакция и она химическая реакция и пенка не залепла в область раковину я лучше добавлю здесь, чтобы она не убегала в раковину вот что и говорил Поэтому не всегда можно рассчитать, чтобы избежать Иначе вся плита ваша, и вы будете мыть её Пену потихоньку посадить Все, пена практически села Получился вот такой отмагашение Темно-прозрачный какой-то Сейчас сядь полус-пен, я обязательно покажу Реакция химическая закончится В итоге, друзья, у нас появился вот такой Прозрачный, темноватый верхний сироп В принципе, на вкус, сейчас попробую Сладкая жидкость, очень сладкая Сейчас я его поставлю все-таки остывать Он должен достыть А потом и буду разливать по банкам Я вам обязательно все это покажу Ну, теперь, друзья, ко второй части перейдем Самая удобная тара для ликвидов, я считаю пол-литра У меня отрубалка осталась в заливке От Миненко, да простите, это они меня Петр Петрович и все остальные Я буду использовать их в бутылочке Для разливания У меня Я приобрел эссенции В тех же самых магазинах, где для пекарина продают Эссенции апельсин, креветка и банан На основе них я буду делать все вкусы Соответственно, я также захотел Немного усилить ликвиды И усилить их чектоником, бетаином и спирсами Вот, поэтому первым делом я добавлю сейчас Наверное, все-таки цепочку Гошку дай, пожалуйста Вон, другой, чайный Чайный Вот, чеснок Ябл добавляю с креветкой Вот, чайную ложку У меня просто по банкам рассыплю, потому что не люблю я в кульках Чили Я буду добавлять по чайной ложке И Куркума Восточная, знаменитая специя Все это эксперимент, конечно, с моей стороны Но, надеюсь, он будет очень успешным Добавляю с перси Теперь я буду добавлять по 20 миллилитров Миллилитров бетаина в каждой Бетаин не имеет ни запаха, только чей цвет Но он очень хорошо влияет на поклевки карман Поэтому будем Добавлять бетаин 20 миллилитров бетаин Я думаю, это дозировки более чем Все Бетаин добавили Читоник Это я добавляю с точки зрения Аминокислот, минералов и все остальное Гораздо дешевле, чем минамины Тоже по 20 миллилитров На каждой Шприцом не пользуюсь, потому что все-таки далеко не достать Пользуюсь обычными баночками, но вы все знаете, в аптеках они подаются По эссенциям Эссенциям я планирую добавлять Грамм 30 Это у нас апельсин Апельсин Мы сделаем с чили Апельсиновые бурлы Только в этом году с чили С чили Появились Аромат Но говорят уже неплохо Появили себя Будем надеяться Ликвиды тоже хорошо будут действовать Арома импертная Австрия, кажется Производитель Это у нас Это символ Креветку Я хочу все-таки Посидорно С чесноком сделать А креветка Как натуральная сессиморская креветка эссенция Как натуральная сессиморская креветка эссенция И последний банан Банан сделаем с кукумой Тоже 30 минут Так 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 как я вам говорил Что 50% всего Будут У нас Составлять Инвертный сирот То половину я буду Навалять глицерину Глицерин пищевой Австрия Поэтому я сейчас наливаю Половину глицерина Пока инвертный сироп остывает Я добавляю глицерина Ну и естественно глицерин очень хорошо растворяет запах и вбирает в себя и растворяет запах в воде Поэтому глицерин Турно без дектора почти нет Ну глицерин он не оставил в прохладном помещении, поэтому он такой тягучий еще чуть-чуть К чему усложняет специи Ну мне кажется что это должно сыграть Когда вы зальете ликвидом бойлы, зерновые, то специи тоже очень хорошо сомблируют клют Наравне как и запах То есть вначале каплю на запах Специи тоже дают какой-то специфический запах Но в основном эссенции Ну а дальше он пробует сладкий сироп с глицерином смешанным Ну и специи играет свой роль Запах конечно начинает стоять От специи Куби и выкинь Все Теперь пойдем заменять этот мусорок И добавим его Все Но прежде чем его добавлять Я наверное все таки размешаю Вначале запах разошелся глицерин со специи О Эта куркума Она дала даже цвет Желтоватый Приятно желтоватый цвет И Эта чеснок Красноватый И Чеснок Но чеснок не боится никакой Я сейчас Важаю на зеленый краситель У меня есть жидкий зеленый краситель Добавляю жидкий краситель И Размешиваем Ух ты Чуть Чуть Прямо Ух ты Чуть Ух ты Сейчас Возьму палочку И Если что-то на дне осталось То можно палочкой замешать Если специи прилипли Ничего страшного Берете палкой Так как чеснок более Такой по свойству Более мелкий был молотый Поэтому Чуть Залив Ничего страшного Берете Вот Размешиваем Вот Такая зеленая Креветка У нас получилась Темно-зеленая Концентрированная Так друзья Инвертерный сироп Чуть остыр Поэтому Доделаем наши Ликвиды для заливки До конца Доливаем Смотрите какая получилась Красивая Тягучая Жидкость Сладкая Немоверно Ух ты Прямо Самое Не хочу Залилась Будем знать Чуть поменьше Тягучая Такая Думаю Что Должна Сыграть Жидкость Жидкость Ликвиды Банан Как пахнет Жидкость Понялась Чуть Сразу Такой Запах Ну вот То что у нас получилось Теперь Смешиваем И у нас тут Вот такая Банан Вообще Бомба Запах Конечно Бомба Это у нас апельсин с чили Апельсинчик Не буду пробовать Так как там уже спец И химия всякая И не очень хочется его Ну и креветочки зеленые И цвет под стать Я думаю темно-зеленые Даже лучше чем светло Свет будет играть Ну что рыба Все-таки Не более к темным тонам Поранее Все Друзья Кому понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем спасибо До новых встреч Вы были С Николаевичем На рыбалке Скавпятником Спасибо